Рад приветствовать вас в новом видео. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic ProHelp, и сейчас мы с вами разберем особенности создания саб-баса в электронной танцевальной музыке. Поскольку я занимаюсь преподаванием уже более пяти лет, то сталкиваюсь с огромным количеством начинающих и даже не только начинающих музыкантов-продюсеров, которые допускают одну и ту же ошибку, а правильнее сказать две ошибки, при работе с саб-басом в электронной танцевальной музыке. И сейчас мы их разберем и разберем особенности создания такого мощного саба в EDM-музыке. Ошибка номер раз, как бы это сейчас не звучало, это отсутствие саб-баса в принципе. То есть нередко бывает так, что, возможно, вы сейчас себя узнаете, нередко бывает так, что продюсер, он берет какой-то бас, и он у него является и саб-басом, и мид-басом, и, в общем, всем на свете одновременно. На самом же деле у нас должен быть отдельно саб-бас и отдельно мид-басы, то есть среднечастотные басы. Давайте прослушаем такую вот заготовку, мы будем работать с примером в стиле фьючер-хаус, потому что, ну, где как не в фьючер-хаусе, мощный качающий бас. Давайте прослушаем этот трек. И теперь что мы сделаем? Мы разберем, как создан здесь бас. Бас, ну, давайте вот здесь у нас первая нота заменена на такой вот брас. Я его обычно так называю, EDM-брасы. Мы вернем здесь вот так вот, поставим сюда, то есть у нас вот эта нота была заменена на вот этот брас, соответственно, этот брас мы удалим, а здесь, наоборот, чуть-чуть продлим, чтобы у нас появились дополнительные ноты, которых ранее не было. Теперь все будет гораздо лучше. Окей, у нас есть мид-бас, есть саб-бас. Вот этот бас у меня выполняет роль саба. А вот эти вот все басы, да, их здесь достаточно много, шесть штук, они выполняют роль мид-баса. Они все уведены в единую группу, которая является басовой группой. Если мы выключим сейчас вот этот вот бас, который у нас именно сабовый, то мы можем услышать и увидеть, что низких частот у остальных басов нету, потому что это мид-басы. Какой это бас, скажете вы, если у него нету низких частот. Да, это именно такой мид-бас. И вот эти низкие частоты у нас добавляются благодаря так называемому саб-басу. Разница очень такая существенная, да, согласитесь. Можно было бы, конечно, не использовать этот саб-бас, можно было бы не срезать на каждом из мид-баса низкие частоты. На каждом мид-басе я срезал низкие частоты до 150 Гц. Этого можно было бы не делать. Но если оставить вот так вот, без этих срезов, то все 6 басов с несрезанными низкими частотами дадут совершенно, ну, стрёмный и в кашу вообще просто кашеобразный низ, который совершенно не будет звучать, он не будет плотный, он не будет мощный. Новичку часто кажется, что, ну, блин, там куча низких частот, всё звучит круто. На самом деле не звучит круто, звучит просто в каше. Но, видимо, в силу пока что ещё не самого такого, да, может быть, прокачанного слуха, кажется, что так звучит лучше. Ну и в конце концов многие просто не знают о том, что есть отдельно саб. Поэтому вот таким вот образом мы срезаем низкие частоты, чтобы у нас за низкие частоты именно в самом, вот в самой группе баса отвечал только вот этот вот саб, который мы можем даже так и назвать. Саб-бас. То есть, иными словами, последнее, чтобы вы прям максимально поняли, для чего это делается. Я всегда привожу такой пример. Вот в компании, даже, скорее всего, в которой вы работаете, есть бухгалтер. Бухгалтер чем занимается? Ну, как ни странно, бухгалтерией. Так вот, представьте себе, что все остальные сотрудники, возможно, даже включая вас, будут заниматься, ну, своей работой и плюс ещё бухгалтерией. Так не делается. Это будет, ну, никто не захочет так работать, и это так не работает. Есть один человек, да, бухгалтер, главный бухгалтер, может быть, у него есть помощник и так далее. То есть, есть отдел бухгалтерии, который занимается бухгалтерией. Так вот, представьте себе, что ваш саб-бас – это тот бухгалтер или кто угодно ещё, который отвечает конкретно за низкие частоты в вашем треке. Ну, наряду с бочкой, разумеется. Надеюсь, аналогия понятна. Вы можете провести любую аналогию, которая близка именно вам. Аналогии, я считаю, очень полезны для понимания процесса. Окей, надеюсь, здесь мы разобрались, и я вас убедил. Теперь по поводу самого саб-баса. Вопрос-то был изначально о нём. Что с ним может быть не так? Что можно здесь вообще сделать неправильно? Давайте мы его скопируем, но предварительно вот этот бас мы посмотрим через Channel EQ. Давайте возьмём и посмотрим, как выглядит АЧХ этого баса. Давно присматриваетесь к курсам Logic ProHelp и не знаете, какой приобрести первым? Ведь у нас на сайте представлено довольно много курсов. Но теперь всё стало гораздо проще. Мы подготовили для вас курсы оптом со скидкой, объединённые общей темой. Если вас интересует быстрый старт изучения Logic Pro, аранжировка, сведение или мастеринг, теперь вы просто можете выбрать соответствующий комплект и быть уверенным в том, что получите самые полные и исчерпывающие знания по интересующей вас теме и по очень привлекательной цене. Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. У него есть ещё так нормально средних частот, но не больше, чем низких. То есть низкие частоты, они всё-таки громче, чем средние. Ошибка, которая очень часто бывает у тех, кто пишет музыку относительно недавно. Эта ошибка заключается в следующем. Мы просто-напросто берём, давайте я покажу на примере Alchemy, например, родного инструмента. Берётся обычная синусоида. Ну, раз sub-bass, то это у нас может быть синус. Ну, например, вот такой вот. И если мы посмотрим всё через тот же Channel EQ. Ну, вот они низкие частоты. Это же sub-bass. Соответственно, у него, ну, в общем-то, должны быть только низкие частоты. А средние частоты быть не должны. Ведь за них, за эти частоты, отвечают mid-bass. Не так ли, да? Вроде, следуя логике, которую я рассказывал раньше, это так. Но на самом деле это не работает. Эта логика здесь никак не вяжется. Если у вас будет вот такой вот бас, который абсолютно пустой и имеет только низкие частоты, это не будет качать, каким бы громким вы его не делали. Это работать не будет. Да, что-то гудит вроде, но это совершенно не звучит так мощно, как если бы у нас был тот бас, о котором я рассказывал, который я показывал ранее. Кроме того, кроме того, представьте себе ситуацию, в которой абсолютно реально ваш трек решили послушать на слабой акустике, где практически не воспроизводятся низкие частоты. Ну, там реально, может быть, рингтон, в качестве рингтона на телефон поставили, или какая-нибудь простенькая джиберевская колонка, не такая мощная, да, какая-то попроще, ну и так далее. Миллион вариантов, что ваш трек может звучать где-то на слабой акустике, где нету почти низких частот. И, соответственно, от вашего саба, ну, как бы ничего не останется. То есть здесь все будет срезано, и низкие частоты, они почти не будут звучать. Но даже на обычной акустике такой бас будет считаться гораздо-гораздо хуже. Соответственно, для того, чтобы такой бас звучал более круто, более мощно, его нужно делать так, чтобы у него были еще и какие-то средние частоты. Поэтому, как правило, для накрутки саб баса я не использую синусоиду. Я использую обычно либо треугольную форму, либо чаще квадратную. Квадратная форма мне нравится. Ну, она сейчас очень едкая, потому что нужно немного закрыть фильтром. И в идеале, конечно, нужно сюда еще повесить второй ADSR, который будет, скорее всего, у нас коротким. Ну, и, соответственно, он будет давать такой дополнительный удар. Все, у нас есть средние частоты, есть низкие. Вы можете не переживать, что средние частоты будут там как-то конфликтовать. Нет, этого не будет. Еще одна ошибка, которая часто тоже, еще даже чаще бывает, это то, что вроде бас изначально-то вполне себе хороший. Ну, типа такого. Но, опять же, следуя логике, ну, раз ты саб бас, значит, не видать тебе никаких других частот, кроме низких. И берут и вот так вот срезают. О! И считают, да, что это саб. По факту, конечно, это еще даже отчасти хуже, чем синусоида, ну, хотя примерно одинаково, по, скажем так, негативному исходу. Вот так вот тоже делать ни в коем случае не нужно. Крайне не рекомендую. Это убьет вообще все в вашем миксе. Абсолютно. Давайте включим, разумеется. Разница есть и она ощутима. В общем-то, вот так вот. Поэтому давайте подытожим. В первую очередь, у нашего саб баса мы не делаем вот такую вот эквализацию ни в коем случае. Немного средних частот нужно оставить. Но важно помнить, что средние частоты прям буквально по анализатору должны быть немного тише, чем низкие. Потому что, если так получилось, что вы накрутили звук или нашли пресет, где эти частоты, они почти на том же уровне громкости, что и низкие, либо даже иногда громче, такие пресеты бывают, то такой бас, даже если он звучит классно, как вам кажется, лучше подойдет в качестве мид-баса, но не в качестве саба. Поэтому я, когда накручиваю басы, я стараюсь сделать так, чтобы было именно вот так вот вниз. Также мы не используем синусоиду, которая изначально бедная. Ну, вернее, мы можем ее использовать, но тогда нам нужно применять хотя бы дисторшн для того, чтобы немного прокачать средние частоты и добавить гармоник. Но это уже немного другая тема, больше про сатурацию. И, в принципе, мы также используем обязательно саб-бас. То есть, в принципе, не нужно делать так, что у вас там 2-3-4 баса, у них нет срезанных низких частот, и все они выполняют роль саба. Это, скорее всего, тоже будет звучать как каша. Разумеется, исключения бывают. Я сейчас не хочу сказать, что это прям догма, и вот по-любому так и нужно. Но, пожалуй, в 9 случаев из 10, то есть в 90% случаев, вот все-таки те техники, которые я рассказываю, они реально работают. И крайне редко бывало, вот у меня лично даже так, что я нарушал свои собственные правила, это было крайне редко, и, как правило, я стараюсь этого не делать. Поэтому вот такие вот рекомендации, которым я сам следую, и надеюсь, что вы тоже будете следовать этим рекомендациям, вы будете делать музыку так, как необходимо, и тем самым получать более качественные миксы. Ну что ж, на этом все. Меня зовут, напомню, Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. До встречи в новых видеоуроках.